Ну что ж, ребята, вот и настал тот самый момент сдачи ваших проектов. Когда вы уже полностью готовы, готовы отправить нам свою работу, давайте разберемся, как это сделать правильно и получить, наконец-таки, свои самые максимальные баллы за этот хакатон. На сайте вы можете найти требования к нашим проектам. Да, вот они. Находятся здесь. В этих требованиях мы находим свой курс. Вот он, визуальное программирование. И в требованиях, которые относятся именно к нашему курсу, еще раз просматриваем, а все ли я доделал, все ли у меня готово в проекте, может, я могу еще что-то сделать, чтобы получить большее количество баллов. И вот как только вы убедились, что все хорошо, что все вы готовы на 100%, ну или немножко меньше, это не страшно, идеала у нас не существует, мы переходим с вами к части «Как правильно сдать проект». Вот здесь описаны ваши шаги, которые должны быть сделаны для того, чтобы проект мог быть сдан. И есть примерчик. По примеру, очень удобно сформировать письмо электронное, в котором вы свою работу отправите. Можно воспользоваться своей собственной почтой или попросить родителей сделать это письмо, написать его, если вдруг у вас своей личной почты нет. Первое. Куда? Куда отправляем письмо? Выбираем тот адрес, который относится к вашей стране. Если вы в Казахстане, то вот он, первый адрес. Если вы из Беларуси, то вот адрес белорусской алгоритмики. Мы его копируем, вот, копировать, и в письмо, в поле «Кому» вставляем. Все. Лучше, ребята, копируйте, чтобы никакие буквочки не пропустить, не упустить. Так будет надежней. Дальше. Тема письма. Мы тоже ее отсюда, ребятки, копируем для того, чтобы ничего не забыть. Так, вот она тема письма. Вставляем ее в тему. Вот у нас есть джуниор, визуальное программирование и преподаватель написан. Значит, допустим, я уже не джуниор, допустим, я уже мидл. Мидл я, да? Все. И преподаватель. Вашего преподавателя вы можете посмотреть на странице класса. То есть вот здесь на имя вы нажимаете, переходите в «Мой класс», и вот указан ваш преподаватель, вот в этом местечке. Вы отсюда его можете копировать, тоже его имя и фамилию, если вдруг вы там не знаете, как правильно ее написать или забыли. И вставляете в поле с преподавателем. Дальше переходим к непосредственно тому, что располагается внутри письма. Вы вот эти шесть пунктиков, которые у нас здесь есть, вы их можете прям отсюда скопировать, для того, чтобы тоже ничего не упустить. Чтобы их вставить, единственное, что вам посоветую, вставьте, как обычный текст, чтобы не работало форматирование, иначе там может что-то сбиться. Вставьте, как обычный текст, и дальше собирайте по очереди каждый пункт. Фамилия и имя ученика. Значит, здесь мы с вами указываем вашу или вашу, если вы работали в команде, да? Допустим, вот все, я готова. Так, фамилия и имя. Указала. Номинация. Помним, что я middle, да? Номинацию вы выбираете, смотрите, какая подходит больше вам. Уверены ли вы в своих силах настолько, чтобы пойти в сеньоры, а даже если не очень уверены, но у вас супер-классная игра получилась, пробуйте. Middle. Дальше ссылка на опубликованный проект. Как эту ссылку получить? В лаборатории мы с вами открываем проект, который вы хотите сдать. И вот здесь у нас есть, ребята, некоторое количество нюансов, да? Мы переходим с вами в описании публикацию, и теперь обратите внимание, как должен быть назван проект. То есть если мы перейдем с вами в правило, как правильно сдать проект, вы увидите, что игру нужно опубликовать, и дайте название в формате фамилии, имя и слово «фэнтези». То есть вот слово «фэнтези» нам обязательно нужно указать в названии. Вот пример Иванова Анна «фэнтези». Значит, мы с вами возвращаемся в нашу лабораторию и вставляем наше название. Перед словом «фэнтези» будет идти мое имя и фамилия. Так. «Фэнтези». Проверяем себя. Да, Иванова Анна «фэнтези». Все. Готово. Мы назвали правильно наш проект. Дальше. Картинку проекта выбирайте. Можете сделать небольшое описание, можете его не делать. И дальше публикуем. Как его опубликовать? Обязательно опубликуйте его в класс. По желанию в зал славы, допустим, да. И последняя важная кнопка, которую нужно нажать, это «поделиться». Вот эта кнопочка. Дальше мы с вами скопировать ссылку должны. Вот они, слова, на которые нужно нажать. У нас появляется сообщение, что ссылка скопирована. Переходим к нашему письму. Возвращаемся. И ссылка на опубликованный проект. Рядом с этим текстом можем нашу ссылочку вставить. Вот. Все. Ссылка появилась. Текст или ссылка на Google презентацию. Если вы презентацию вашего проекта делаете в формате текста, что вы здесь описываете ваш проект в этом месте текстом. Да, я сделал такой-такой проект. В нем есть такие персонажи. Я рисовал спрайтов или не рисовал спрайтов. Я выбрала эту историю, потому что вот это все может быть в тексте. Если это Google презентация, то вы заходите на свой Google аккаунт, на котором хранится ваша презентация. Вот она, например, у меня названа «Моя игра для хакатона». Фамилия, имя. Ну, здесь, видите, я себя уже повысила до сеньора, но вы напишите правильно. Нажимаем мы с вами на три точечки. И вот здесь есть у нас такое меню, как «Поделиться». У вас есть вкладочка «Открыть доступ». Обязательно это проделайте. И вместо «Доступ пограничен» выберите все, у кого есть ссылка. После этого копируйте ссылку. Возвращайтесь к письму, если у вас Google презентация. Это об этом. И вот здесь мы с вами можем рядышком вставить эту ссылку. Какой-то один формат представления вы выбираете вашего проекта. Если вдруг у вас видео, то вы видео отсняли. И вот здесь у нас есть значок скрепочки. Обычно во всех почтовых сервисах это такой значок. И вы можете выбрать файл на компьютере, в котором содержится ваша видеопрезентация. То есть его загрузить к письму. Так, ссылка на файл точно так же будет делаться, если он на Google диске загружен. То есть все, у меня, например, будет эта презентация в виде Google презентации. Дальше. Пунктик про постер. Прикрепи постер или ссылку на него. Смотрите, ребята. Вот давайте с тем, как прикрепить постер, давайте разберемся. Нажимаем с вами, вот опять же, это скрепочка наша. Допустим, у меня есть мой постер. Где-нибудь у меня от игры. Вот мой, например, есть постер моей игры. Мы его выбираем на компьютере. Нажимаем кнопочку «Открыть». Если он у вас находится на Google диске, вы точно так же прожимаете в меню у Google диска вот эти три точки. Да, вот эти три точечки. У любого файла у вас будет меню «Поделиться». И открываете доступ. После этого копируете ссылку. Хорошо. Здесь мы с вами справились. Сделали ссылочку на Google презентацию, если оно так. Или прикрепили видео. Обязательно прикрепили постер. Вот он. Видите файлик? Обратите внимание, что он загрузился. Все хорошо. Прикрепи постер. Все сделали. И фамилия, и имя твоего преподавателя. Вот здесь, смотрите, очень удобно. Мы уже преподавателя своего нашли. В нашем классе указан был наш преподаватель. Вот если вы в мой класс еще раз переходите. Вот он, учитель. Отсюда мы его копируем. И опять-таки вставляем в ваше письмо. Все. Таким образом, наше письмо сформировано. Ссылку на проект мы прикрепили. И нажимаем дальше только кнопочку «Отправить». Я желаю вам большой удачи на этом хакатоне. Только пускай самый лучший проект до нас долетает. Пускай получают ваши проекты только самые высокие баллы. На этом, ребята, все. Если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, напоминаю, что вы можете воспользоваться чатом помощи. Задать свои вопросы туда. Обратите внимание на все-все-все требования. Внимательно относимся к документам, которые касаются правил проведения хакатона. И не забываем, что хакатон — это еще и про то, что мы с вами получаем новые знания. И всегда учимся чему-то новому. И становимся лучше, быстрее, выше, сильнее. Но только в программировании. Спасибо, ребята, за внимание. На этом все. Буду ждать от вас ваших работ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok